Шоу отменяется. В Саратове сорвался концерт музыкантов, исполнявших хиты знаменитой рок-группы Pink Floyd. Зрители держали в неведении до последнего, а теперь соорганизаторы обвиняют друг друга. Подробности у Юлии Шишкиной. Саратов потряс культурный скандал. В понедельник, 10 ноября, на арене Саратовского цирка должен был состояться концерт группы Pink Floyd. Зрители пришли к назначенному часу, прождали два часа, но артистов на сцене так и не увидели. И такое зрелищное шоу с хитами легендарной группы Pink Floyd прошло мимо саратовцев. И мимо Руслана Кириллюка. Он со своей девушкой тоже пришел на концерт к 7 вечера. Полчаса вместе с публикой стоял на улице, потом еще час в вестибюле цирка. Организаторы и непосредственные участники концерта никто ничего не рассказывал, никаких комментариев не давали очень долго. После того, как мы сели на свои места, где-то ориентировочно еще примерно час длилась вся вот эта вот катавасия, так скажем, с задерживанием. Руслан говорит, что по всем признакам концерт должен был состояться. На арене цирка уже стояла техническая аппаратура, колонки, мониторы, лежали гитары. В итоге вместо Pink Floyd зрители услышали и сняли обращение представителя концертного агентства «Аншлаг-94». Я в течение двух часов веду переговоры с менеджментом группы, которая находится в Питере. Группа сейчас находится в гостинице «Словакия». Администраторы не выпускают их сюда, на площадку. У питерской стороны тех, кто сопровождает группу в туре, совсем другая версия. Вообще не было, скажем так, тех оплат, которые планировалось получить в этом городе, которые компания должна была заплатить перед тем, как артист выезжает на сцену, на площадку. Так как эти условия были не соблюдены в полном объеме, естественно, артист не выехал на площадку. Сразу после объявления об отмене концерта «Аншлаг-94» успокоил зрителей. Я в течение 10 дней осуществляю возврат денежных средств по месту приобретения билетов. Ну, она вчера объявила, что билеты сдавать можно по месту приобретения билетов. А я приобрел у вас. А она объявила, но сама не пришла и деньги не принесла. И что мне делать? И как часто я могу ходить? Вот такой ответ услышал в кассе цирка любитель рока Владимир Гонтарев. Он купил здесь билеты на «Пинг-флойд» за три недели до концерта. Себе и жене потратил 2400 рублей. Впрочем, он опытный зритель и готов к худшему. Потому что это не первый раз. Да? А с кем уже такое происходит? Это было у нас года 3-4 назад. Было с Любе и с машиной времени в театре оперы и балета. А деньги вернули тогда? Нет, конечно. Да что? Да, и деньги не вернули. Мы с большим трудом нашли офис «Аншлаг-94». Обычный подъезд в доме номер 11 на Соборной площади у Липок. Странно, что у компании с 20-летней историей нет хотя бы какой-нибудь таблички. Признаков жизни внутри не обнаружилось. Телефон тоже молчит. Известно, что как минимум двое саратовцев пожаловались на «Аншлаг-94» в полицию. Тем временем группа «Пинг-флойд» отправилась в Самару, оставив на память Саратову лишь афиши. Юлия Шишкина, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.